К нашему эфиру присоединяется советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, традиционно хочется с вами подвести итог недели. И есть хорошие поводы. Это и первое историческое заседание Совета Украина-НАТО, где нас хвалили за прогресс. Европейский Совет подтвердил начало переговора во вступлении Украины в ЕС. Нас тоже хвалили за реформы. Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности. Тоже хорошо. Накануне состоялись продуктивные телефонные разговоры нашего президента с канцлером Германии и премьером Британии. Все уверяют в поддержке. Только, Михаил, почему при этом всем раздаются голоса и они нарастают, что в следующем году у России появляются реальные шансы на победу в войне в Украине. И не в последнюю очередь благодаря нерешительности Запада в вопросе предоставления помощи и отсутствия стратегического видения. Об этом пишет издание «Заэкономист», об этом говорит президент Чехии, об этом кричат лидеры стран Балтии. Если не поможете сейчас Украине, тогда Россия окрепнет и война с НАТО неизбежна. Может сложиться впечатление, что нам США и Европа дают какие-то такие успокоительные пилюли в виде похвалы. А того, что реально необходимо для победы, дальнобойные ракеты и Ф-16 не дают по каким-то своим причинам или страхам. Сложный вопрос. Он многомерный, многоплановый. Сложный в плане того, что здесь нет черного и нет белого. То есть, безусловно, не все идеально и не может быть идеально, потому что человечество, знаете, если бы оно принимало правильные решения своевременно, то, наверное, бы оно выглядело несколько иначе, не имело бы такое количество конфликтов и так далее. И вы абсолютно правы. Многие внутренние страхи или внутренний цинизм очень часто мешают осознать, что если ты сегодня не примешь ответственное решение, то завтра это решение будет стоить гораздо дороже. Либо Украине, если мы говорим о нас, либо Украине, либо Европе в целом, либо демократическому миру и так далее. В то же время полностью черного нету, потому что страны продолжают оказывать помощь военную, и в том числе страны продолжают инвестировать в свои военные производства, чтобы нарастить эту помощь. Страны, давайте говорить о той же Германии, о той же Голландии, они внятно заявляют об увеличении финансирования военных программ до 8 миллиардов, до 2,7 миллиардов, имеется в виду соответственно и так далее. Да, идет сложная дискуссия в Соединенных Штатах с точки зрения, когда и в каком объеме выделить помощь Украине и Израилю совместно. И эта дискуссия, на мой взгляд, тоже будет позитивно завершена. Но тем не менее, то есть как бы все равно есть вот этот сталкивающийся, знаете, парадокс, когда вроде бы все очевидно и вроде бы нужно продолжить, но с другой стороны есть много других эмоциональных факторов, которые определяют модели поведения людей. Люди вообще склонны совершать, знаете, ошибочные сначала действия, чтобы потом их стоически или героически исправлять. Что нам нужно в этой ситуации делать? Ну, во-первых, смотрите, медийные сообщения о том, что Российская Федерация имеет шансы выиграть. Ну, конечно, любая страна имеет шансы выиграть, если вы ничего не делаете в ответ. Но, к сожалению для Российской Федерации, мы делаем в ответ очень многое. Ну, давайте по пунктам. Первое. Президент продолжает активно работать на внешних рынках. Активно, в прямом смысле слова, то есть постоянные переговоры, ежедневные уточнения позиций, актуализация позиций и так далее. Второе. На внутреннем рынке идет на уровне, например, той же ставки или на уровне тех же военных кабинетов, или более широко, например, на уровне Совета национальной безопасности и обороны идут, обсуждение о том, какие коррективы мы должны вносить в те или иные наши планы, в наши идеи и в отношении, скажем так, дополнительной милитаризации экономики национальной, потому что это сейчас правильно, это инвестиции в военное производство. Дополнительные коррективы в тот тип войны, в которой мы войдем в оборону наступательную, дополнительные коррективы в операционные планы на разных направлениях, ну и, соответственно, дальше в обеспечение этих планов по необходимой логистикой, в том числе законодательной и так далее. Во все это вносятся соответствующие коррективы, этот большой объем работы делается с учетом анализа той ситуации, в которой мы находимся. Третье направление, по которому желательно было бы тоже активно работать, это, собственно, работа с психоэмоциональным настроем в обществе, да, то есть я понимаю, что накопившиеся вопросы, накопившиеся сомнения, накопившиеся разочарования, они действительно в какой-то степени эрозируют вот это, помните, да, адреналиновое состояние первых, там, полутора лет войны. Сейчас, как раз-таки, нужно более объемно отвечать на сложные вопросы, давать понимание, куда и как мы дальше двигаемся, ну, то есть соответствующим образом работать через информационные программы, работать, опять же, с психоэмоциональным состоянием. Главная задача на этом этапе, это, безусловно, не обрушить, там, в такое, знаете, запредельное состояние, понятную, возникающую сегодня усталость от войны в Украине, прежде всего. И поэтому я думаю, что, во-первых, помощь наших партнеров будет, там, в том объеме, в котором нужно, но, второе, очень важно правильно сейчас зафиксировать, что нужно для технологического, так называемого, рывка, о котором господин Залужник, кстати, говорил, чтобы боевые действия выглядели более эффективно и эффектно. Это очень важно. Третья составляющая, это, безусловно, нужно точно посчитать математику с точки зрения инвестиций, даже не только передачи оружия, инвестиций. Ну и четвертое, все-таки нужно вот это дождаться, пока маятник пойдет в обратную сторону, и вот эти депрессивные настроения, в том числе медийные депрессивные настроения, уступят место такому более рационально-прагматичному подходу в оценке следующих рисков, если Российская Федерация не проигрывает. Что это значит для Европы? Для Европы это значит, что будет гегемон. В Европе абсолютно беспредельно, это Российская Федерация. Это значит, что для демократического мира наступает черное время, черная полоса, и, соответственно, их влияние на те или иные глобальные процессы будет уменьшаться, и, собственно, демократия будет постепенно терять глобальное лидерство как наиболее оптимальная концепция социального общежития. Третья составляющая, безусловно, Россия будет далее увеличивать объемы экспансии в разном виде, то есть финансировать те или иные эскалации в разных регионах, финансировать прямые и боевые действия, в том числе со своим участием, финансировать теоретические группы, и, соответственно, и тут очень важно, чтобы наши партнеры понимали, сегодня передавать оружие Украине – это инвестиции в свою безопасность, в то, что завтра ты не будешь вынужден резко наращивать бюджеты безопасности или оборонные бюджеты, потому что ситуация вышла из-под контроля. И, соответственно, вот это очень важно нашим партнерам понимать. Как и равно понимать следующее, Российская Федерация не просто может, но и обязана проиграть, потому что, и опять возвращаемся к тому, что если мы все-таки хотим какую-то предсказуемость, какое-то будущее более-менее внятно, а не находиться постоянно вот в этом шторме, шторме конфликтов, шторме противоречий, шторме боевых действий и так далее, то, безусловно, Россия в таком политическом виде существовать не может. Почему не может? Потому что если у кого-то есть еще остаточные иллюзии, что можно вернуться в довоенное время, и Россия будет придерживаться каких-то норм международного права, это не так. Россия абсолютно точно отбросила все маски, и, соответственно, она готова идти до конца. То есть она и не будет возвращаться уже в довоенное состояние, ничего маскировать не будет, и будет говорить, что насилие – это эффективный инструмент внешней политики. Вот, соответственно, все это нужно дальше продолжать объяснять, работать с кризисными ситуациями, работать с тяжелыми переговорными ситуациями. Но, на мой взгляд, у Украины в этом плане есть большой опыт, и этот опыт будет использован. – Да, безусловно. И, конечно, все не идеально, да, можно с этим согласиться. Возможно, и нет черного и белого, но мы-то с вами понимаем, что от этого не легче людям при фронтовых зонах, людям сейчас на временно оккупированных территориях, нашим солдатам, которые кричат «дайте нам оружие для победы». И мне кажется, вот то, что не идеально, мы должны об этом говорить в голос и постоянно на этом акцентировать. И, возвращаясь к той же статье в «The Economist», там четко сказано, Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить Путина, использовать промышленные и финансовые ресурсы, которые затмевают российские. Напротив, пишет британское издание, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов, больше артиллерийских снарядов. Иран и Северная Корея спокойно поставляют их, и потому что Путин спокойно относится к ужасающим потерям в своей армии. Что ж, тогда, Михаил, получается, Путину действительно наплевать на потери своих людей, любых людей. Пока мир, простите, рожает 12-й пакет санкций, Путин успел научиться обходить предыдущие пакеты. И Казахстан, и Турция в помощь. И, как оказывается, Европа тоже. На этой неделе стало известно, что порты ЕС помогают продавать более 20% импорта жиженного газа из России. Это Бельгия, Испания, Франция прекрасно наживаются на этом. Нефть российскую в больших объемах закупает Индия, и схема по ограничению цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель работает слабо. США никак не могут проголосовать нам обещанную денежную помощь. У них своя политическая кухня накануне выборов. Европейский союз не может, решение успешно блокирует Венгрия. Зато, парадокс, ЕС может согласовать визит Лаврова на заседание ОБСЕ в Македонии, чтобы поговорить о будущем организации. Скажите, кто недорабатывает? В краткосрочной перспективе авторитарные системы, которые, как вы правильно сказали, не считаются с потерями, неспокойно могут перестроить внутреннюю структуру экономики на милитарные рельсы быстро, в принудительном порядке использовать живую рабочую силу, вернее, рабочую силу в полном объеме, как в струдовых лагерях, мобилизовать то, что нужно в любом количестве. Вот такие авторитарные системы в краткосрочной перспективе выглядят, конечно, более устойчиво, нежели демократические государства. Почему? Потому что в демократиях всегда есть дискуссии, в демократиях есть спор, в демократиях есть необходимость доказать свою точку зрения, обосновать ее. И, к сожалению, поствоенный мир, я имею в виду постялтинский мир, он привык к тому, что демократии в любом случае за счет дипломатических инструментов всегда удерживают мир на грани, всегда могут доказать перспективность, выгодность экономического сотрудничества, ну или обмена материальными ценностями, чем прямое боестолкновение. К сожалению, сейчас все это вышло из-под контроля по той простой причине, что Путин слишком неинтеллектуален, чтобы осознать выгоды экономического доминирования. То есть он разменял экономическое доминирование, и это была фундаментальная критическая ошибка западных демократий. Но проблема вторая демократических сообществ в том, что они не могут быстро признать фантальность этой ошибки, соответственно, они опять ведут дискуссии. И вы абсолютно правы, эти дискуссии сейчас выходят, если мы будем, например, много реализовать милитарных программ, много инвестировать в военное производство, много передавать Украине военные техники, не приведет ли это к масштабизации, эскалации как таковой? Безусловно, приведет, но только в парадоксальном смысле. Чем дольше вы не даете все Украине, тем более масштабной будет итоговая война. Но опять же, в демократии это нужно доказывать. В авторитаризме они приняли решение отправить 500 тысяч человек, чтобы их убили. В демократии нужно по каждому принятому решению, в том числе, чтобы одного человека отправить куда-то, нужно провести сложную дискуссию. И поэтому мы должны спокойно относиться к той форме правления, в которой находятся европейские страны, и мы вместе с ними, и вести дискуссии. Это первая часть. Это что касается краткосрочных стратегий, потому что в среднесрочной стратегии, поверьте мне, демократии все равно переиграют любую авторитарную систему. Потому что планирование будет более объемным, и если уже будут приняты все решения, то так как демократии всегда находятся в более высокоразвитом состоянии, с экономической, с финансовой, с технологической точки зрения, они в любом случае переиграют авторитаризм. Теперь перехожу к тому, я вижу, вы несколько пессимистично оцениваете все. То есть много правильных тезисов о том, что эти тормозят, эти не дают, дронов меньше, инвестиций меньше, в Соединенных Штатах идут дискуссии и так далее. Война — это всегда вызов. Война — это всегда сложный временной промежуток. Война — это всегда депрессия. Война — это всегда сложное психоэмоциональное состояние. И периодически кажется, что тебя предали в чем-то, периодически кажется, что недоработали, недопередали, недосделали что-то, что очень важно. Вот здесь, знаете, очень тонкий момент сейчас. Вы правы. Можно было бы больше инвестиций, можно было бы больше дальнобойных ракет, можно было бы больше дронов, можно было бы больше военных производств и так далее. Можно было бы быть более решительным с точки зрения скорости поставки всех этих продуктов. Но я еще раз верну нас в то состояние, в котором мы сегодня находимся. Первое. Партнеры есть у Украины? Есть. Они рядом с нами? Да. Они передают нам необходимые объемы денег и оружия? Да. Всегда ли эти объемы достаточны? Нет. Но только ли партнеры виноваты в том, что мы говорим об этих объемах, а не говорим о других необходимых нам потребностях своевременно? Всегда ли партнеры виноваты в том, что анализ мы вместе с ними не делаем? То, в каком состоянии мы сейчас находимся и что нужно для того, чтобы это состояние позитивно изменилось? Соответственно, первая часть, понятно, партнеры в любом случае с нами и в любом случае передают то, что могут передавать. Вторая составляющая. Нужно ли нам увеличить эти объемы? В том числе, нужно ли, чтобы партнеры доинвестировали свои военные производства? Да. Что для этого нужно делать? Разговаривать. Обсуждать. В том числе делать публикацию в заикономности, в которой говорить о том, что такое современные риски, которые породила эта война. Будет ли это просто? Нет. Почему? Возвращаемся в пункт номер один. Субъективное мнение. Каждый, особенно те, кто далеко находится от войны, субъективно воспринимает то, что происходит. То есть они дают свои интерпретации. Возьмите даже граждан Украины, которые покинули территорию Украины. Находясь, например, на расстоянии 10 тысяч километров от эпицентра боевых действий, безусловно, они говорят другие вещи. О том, что считают, можно с Россией договориться о чем-то. Или, наверное, вы зря воюете. Или, наверное, что-то вы делаете неправильно. То есть, соответственно, мы с вами имеем дело с обычными человеческими реакциями. Человек это субъективен. Он всегда будет давать свою интерпретацию того или иного события, даже если не имеет доступа к объективной информации. И если он не может прагматично мыслить. Опять же, с этим нужно работать? Конечно. Нужно ли обижаться на то, что люди в информационную эру высказывают свои субъективные мнения? Нет. Поможет ли нам эта обида или депрессия? Это третий пункт. Если мы будем говорить постоянно, что нас недооценивают, что Российская Федерация быстро растет в своем военном производстве, в своих модуляционных программах, что Российская Федерация действительно большая, объемная, ресурсная страна, что санкции не работают, это то, что нужно России, потому что она хочет, чтобы она вернулась в образ страны-монстра, которая в любом случае всех пересидит и всех переиграет. Для них это важнейшая компонента и внешней политики, и важнейшая компонента информационной пропаганды, которую они сейчас действительно меняют и делают ее как раз то, чтобы это выглядело так. Россия непобедима, потому что, на мой взгляд, это фундаментальная еще одна ошибка. Россия абсолютно победима. Достаточно просто победима. Это не в плане военном, а с точки зрения, что если вы принимаете принципиальные решения, то у России не будет аргументов вам возразить, какие принципиальные решения нужно принять на сегодняшний день. Ну и потом перейдем к Скопье и на этом подытожим. Первое решение, главное решение, окончательно принять для себя и Украине, и нашим партнерам концепции, что Россия обязана проиграть. Второе. Подвести аналитический итог всего, что было сделано за эти практически два года, какие были допущены правильные стратегии, а какие стратегии были ошибочны, и какие необходимы технологические изменения в тот вид оружия, которым мы сегодня пользуемся. Четвертое важный шаг. Это обязательное наращивание, осознание того, что это обязательно нужно сделать, еще раз подчеркиваю, а и последующее. Логистическое наращивание инвестиций в военные производства разного типа. И, наконец, пятое. Принять для себя принципиальное решение и Украине, и нашим партнерам, что вот сколько нужно потратить сегодня ресурсов для того, чтобы Украина выиграла, это гораздо меньше, чем через полгода, или через год, или через полтора нужно будет тратить на попытку эффективно обороняться от доминирования России. Все очень просто. Теперь, что касается ОБСЕ, Северной Македонии, Скопия и Лаврова, абсолютно бесполезное выступление, которое не имеет никакого значения, это проблема международных институций, которые очень долгое время были проникнуты и кадрами российскими, и пропагандой российской, и, соответственно, деньгами российскими. Эти институции никак не могут понять, что они делают. На самом деле, то, что сделала ОБСЕ, звучит, вот если без всяких там скидок, звучит следующим образом. ОБСЕ говорит о том, что ей нравится, это еще раз почувствовать, организация по безопасности, ей нравится, когда страна нарушает международное право демонстративное и устраивает массовые убийства военные. Второе. ОБСЕ говорит, что ей нравится, что в Восточной Европе идет масштабная война. И ОБСЕ, третье, говорит, что оно хочет, чтобы эта война максимально жестко продолжалась дальше. Вот что сделала ОБСЕ. Но это проблема не умышленного поведения, а это проблема того, что международные институции так и не поняли. Их роль и место, которое они должны в современном мире на фоне войны России в Украине занимать. Это место должно выглядеть следующим образом. Россия должна быть изгнана или ее членство должно быть приостановлено. В том числе, и это второе важнейшее, в России должно быть забрано право вето в Совете Безопасности ООН. Третья составляющая. Международные институции должны перестать предоставлять свои площадки для промоутирования войны, чем, собственно, этот субъект Лавров, которого вы показываете, непосредственно всегда занимается. Четвертое. Организации должны отказаться, в конце концов, от донатов Российской Федерации. Российская Федерация долгое время действительно увеличивала финансовые вливания в эти организации, потому что оно понимало, как будет их использовать в таких ситуациях. Вот сейчас мы имеем важный, опять же, период времени, когда международные институции должны либо осознать свою функциональность, как она должна работать, либо выйти и сказать публично, смотрите, а нам нравится, что украинцев массово убивают. Мы считаем, что это и есть аспект современной европейской безопасности, а не лицемерить и не говорить, что мы будем обсуждать какие-то архитектуры безопасностные в присутствии представителя страны массового убийцы. Субтитры создавал DimaTorzok